Юрий Леонтьевич, матчи в майские праздники всегда даются особенно сложно? Ну, наверное, да. Сегодня, исходя и от силы соперника, исходя из поля, которое было, кстати, в таком плачевном состоянии, немножко ребята молодцы упростили игру и добились положительного результата. Сегодня очень много ребят молодых вышло на поле. Дебютировало два 17-летних парня, Брашко Рязанцев. Как вы прокомментируете их выход? Ну, это работа нашей академии, в первую очередь. И ребята молодцы, они конкурентоспособные, они дополняют тех футболистов, которые или под травмом, или задействованы в первой команде. Мы их задействуем, они выполняют наши требования, мы опять же к ним присматриваемся, смотрим. Но ребята молодцы. Вы остались удовлетворены их игрой? Да, даже скажу, доволен. Скажите, пожалуйста, вас чем-то удивил сегодняшний соперник? Да, да, команда, не зря они в шестерке, боевая такая команда. Даже при всех тех трудностях, которые у них есть и с полями, и с условиями, но они сегодня старались, бились. Им только респект. Всё, спасибо. Можно ещё один вопрос? В ситуации с первым пенальти, кто принимал решение, кому бить? Ну, когда Супряга не забил? Знаете, это ребята. Мы больше отдаём им. Всё-таки в футбол они играют больше, чем мы. Мы должны их настроить, показать, рассказать. А вот в этих моментах, наверное, они должны принимать, брать какую-то инициативу на себя. И то, что Супряга не забил, с каждым может это быть. Ну, у него было до этого такие, и до этого, и после были хорошие моменты. Единственное, что, наверное, сегодня ему больше не повезло. Хотя двигался он не совсем такой был активен, как обычно. Ну, хотелось бы от него ещё больше агрессии, настырности. То, что ему позволяет ярко играть, он, к сожалению, сегодня не воспользовался этим. Спасибо.